Сегодня глава Чувашии провела прием граждан по личным вопросам. На встречу с руководителем региона приехали жители Урмарского, Янтиковского, Чебоксарского, Канажского районов. Вопросы задавали самые разные. Надежда Степанова из деревни Ембай Урмарского района пожаловалась. За их населенным пунктом не закреплен школьный автобус. 14 ребятам приходится добираться до школы общественным транспортом. Глава Чувашии пообещал взять вопрос на контроль и дать поручение Министерству образования к Новому году решить эту проблему. А вот директора Турмышской школы Янтиковского района беспокоит не учебный процесс, а состояние очистных сооружений в райцентре. С 1985 года построена и по лабораторным исследованиям свою функцию, то, что она должна, она не справляется. Перегородки прогнили, бетонные плиты перекрытия имеют невосполнимые трещины. Сама станция обеспечивает на сегодня 68% населения села Янтиково. Михаил Игнатьев отметил, в республике по федеральной программе оздоровление Волги построят 13 очистных сооружений. Рассчитывают, что в рамках этого проекта удастся обновить станции и в районных центрах, так как стойки оттуда также поступают в Волгу. Стоимость примерно около 50 миллионов рублей, мне сказали. Если нормально все эти работы мы начнем, с учетом проведенной экспертизы, в конце, один из лучших вариантов, в конце 2020 года можем ввести в эксплуатацию. Проблему подведения коммуникаций озвучил и житель улицы Солнечной в Чебоксарах. Там 56 домохозяйства и до сих пор нет газопровода. Люди вынуждены топить дома при помощи электричества. Затраты немалые, около 12 тысяч рублей в месяц. Жители за счет собственных средств подготовили проект, но денег в бюджете на строительство газопровода пока не нашлось. Глава Чувашии пообещал, что в следующем году дело должно сдвинуться с мертвой точки. В следующем году, реально, если все работы будут проведены в начале сезона, в мае или июнь, в конце года могут они завершить. Деньги по инвестной отбавке Минстрой предусматривает на газификацию данную улицу. Я сейчас, с учетом того, что приемный президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путина зафиксирую, соответствующее поручение дам, поставим этот вопрос на контроль. Продолжение следует...